Ранее судимый житель Рыбница обворовал сотрудницу Приднестровского госуниверситета. При второй попытке его задержала охрана университета. Суд назначил 40-летнему мужчине исправительные работы. Как все было, мужчина приехал из Рыбницы в Тирасполь. Несколько дней гулял по улицам, познакомился с местными, выпивали. На пьяную голову пришла мысль, пора воровать. В ПГУ проник через служебный вход. Долго бродил по этажам, заглядывал почти в каждый кабинет. Это видно по камерам. Затем на первом этаже нашел дверь, вскрыл ее, это тоже видно, и украл из сумочки сотрудница ПГУ кошелек. Когда стала собираться домой в 17 часов, обнаружила, что у меня чего-то нет. Смотрю, кошелька нет, сумочки. Ну, забеспокоилась, проверила все, где у меня он как бы может быть. Поняла, что нет. Обратилась к руководству, что вот так вот случилось. Там была Россия, Лея немножко, Приднестровские рубли на 500. В ПГУ рассказали, посмотрели по камерам, увидели вора. Фото раздали сотрудникам охраны. Вдруг злоумышленник вернется. Это случилось через два дня. Мужчина пытался зайти сначала через центральный вход, его не пустили. Тогда решил действовать так же, как в первый раз, через служебную дверь. Но там его уже ждали. В том, что он вернется, вероятно, он возвращался совершить повторную кражу. Но это, конечно, был нонсенс. Нонсенс для сотрудников управления комплексной безопасности и непосредственно для самих охранников. Охранники его опознали. Значит, у них находилась распечатанная фотография, значит, и произвели гражданское задержание, если можно назвать это гражданский арест. После чего было вызвано правоохранительные органы, которые занялись оперативно-следственными мероприятиями. От реального срока нарушителя спаса незначительная сумма похищенного. Суд назначил исправительные работы.